Жители Ромашевского района получили ключи от новых квартир. Это стало возможным благодаря программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, свою жилплощадь получили и дети-сироты. Каждый из новоселов ждал события несколько лет. Их эмоции в сюжете Оксаны Павловой. Торжественные фанфары, красная лента и вручение долгожданных ключей от новых квартир. Большинство новоселов ждали этого события годами. И вот настал момент. Да, нравится. Главное, внукам нравится. Мне-то нравится. Все хорошо. В старом доме Надежде Поминовой треснула несущая балка. Это случилось 13 лет назад. Тогда дом признали аварийным, и женщина встала в очередь на получение нового жилья. Счастливы будем. Теперь хорошо. Это внучки и внучата у меня. Три внучки и три внука. Так что будут внучата теперь приезжать, за них не страшно будет. Ирина Брызгалова сегодня впервые увидела свою трехкомнатную квартиру. Не может насмотреться и надышаться запахом нового дома. Говорит, это самое прекрасное, что случилось за последние несколько лет. Безумно просто счастливо. Такой большой дом. Просторный, светлый. Комнаты просто, я не знаю, фантастические. Но как бы, да, если нет своего жилья, и когда получаешь, вот так тебе готовенькое принесли, это просто прекрасно. Ирина с супругом и двумя детьми из семь лет ютились в небольшом домике вместе с бабушкой. Было так тесно, что, казалось, не хватает даже воздуха. Теперь у семьи есть просторное служебное жилье. Бабушка за них рада. Глядя, что они уходят теперь, пускай я буду одна. Никто мне не мешает. Нормально будет мне все. Но попроведать-то приведут все равно. Новый 18-й квартирник на Заречной – уже третья многоэтажка, построенная за последние четыре года. Территория для дальнейшей застройки перспективная. Большие комплексные работы там проведены. Сейчас идут работы по благоустройству непосредственно на территории. В принципе, есть перспективы о дальнейшей застройке этого микрорайона. Мы постараемся его сделать современным, благоустроенным, соответствующим полностью национальным проектом. В этом году планируется начать строительство следующего дома. Оксана Павлова, Евгений Патько, Тюменское время.